Шалом, шалом, дорогие евреи! С вами я, Леви Ашер Харпатин, вас ждет свежая майса. Этот рассказ об одном еврее, который стал посланником Рэбе в Казахстане. Он родился в многодетной семье, их было 12 человек, 12 детей, 7 мальчиков и 5 девочек. Это была самая счастливая семья, они были постоянно, всегда на позитиве, они радовались, они гуляли большой семьей, когда они выходили, люди просто очень удивлялись, как родители справляются, как у них получается контролировать столько много детей. Были абсолютно разные возраста, друг другу всегда помогали. И как однажды мама покинула этот мир, эту семью, и дом превратился уже не в такой счастливый дом, не в такой радостный. Им было тяжело, остался один отец, очень много детей, большая семья. Община помогала очень сильно, приходили женщины, помогали готовить, убирать, с детьми сидели маленькими. Вот однажды один сын вырос и поехал учиться в 770, ему там было лет 17-18. И он очень хотел поговорить с Рэбе, встретиться с ним лично. Он увидел каждый день, но диалога у них не было ни разу. И так как-то получалось, что диалога не было. Рэбе он видел издалека всегда. И однажды он решился и пошел прямо к нему в кабинет. Секретарь его не впускал, но Рэбе говорит, нет, пусть мальчик зайдет. Он зашел, Рэбе не спросил ни как его зовут, ни откуда он, ни его историю, ничего, ничего. Он положил вот так вот бумажку одну. Он смотрит и начинает плакать. Это письмо его матери. Это ее почерк. Он узнал это и Рэбе подтвердил. И Рэбе говорит, твоя мама за два месяца до кончины написала мне это письмо. Попросила тебя принять, следить за тобой, помогать. И очень сильно была расстроена. Я понимал это через буквы. И она все знала, как обернется. Поэтому ты здесь. Какая мораль этой Майсы? То, что настоящая еврейская мама это не та мама, которая до 40 лет сидит с тобой и кормит тебя ложечкой. Нет. Это та мама, которая никогда тебя не отдаст. Никогда тебя не предаст. Не променяет ни на что. Которая до конца своих дней будет за своего ребенка. И которая в любой ситуации думает о благо своих детей, а не о себе. Браха ва целаха. Всем хорошего дня.